Ты помнишь, что задержали вот этого Веневитина, полковника, его задержала ЧВК Вагнер и так далее. Так вот, взяли в плен. Короче говоря, он тут наговорил весьма интересное про ЧВК Вагнера. Давай послушаем. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которые их окружили и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось Вагнерам. Имел место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, метод унижения, чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали. Голым держали на холодном полу в подвале. Брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили, блин, зажигалку, пытались, блин, сжечь. В апреле-май подразделение на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего, блин, соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцы бойцов похищали и пытались поменять их на птуры, боеприпасы. Как вы думаете, может ли у меня быть личная неприязнь к ЧВК Вагнам? Что вы добивались, когда вы сами подорвали обороноспособность флангов Бахмута? И одновременно заявляя в СМИ, что Министерство обороны не может их удержать. Как можно охарактеризовать перечисленные действия? Ну вот твой короткий комментарий по этому поводу. Как это, жаба и гадюка или что-то другое? Вот и образовалось две силы, которые могут воевать сами с собой на территории России. Министерство обороны и банда Пригожина. Ну это банда, как ты понимаешь, да? Представь себе, что Евгений Пригожин сейчас выполнит свое обещание навести порядок в Белгороде, придет куда-то в сторону Шибегина, на самом деле туда не отправится, а захватит склады Министерства обороны в регионе. И потом вот эти вот десятки тысяч людей машут в Москву, обрастая, естественно, как банда Махно. Ну Махно не банда, Махно это сложнее история, неважно. Как группировка Махно обрастает по дороге новыми рекрутируемыми бойцами, а в тысячу голов, тысяч в сто голов дойдет до Москвы. И, допустим, Министерство обороны будет воевать с Пригожином. Можешь себе такое представить? Я вообще-то могу. Ну есть еще господин Кадыров, тоже ведь действующее лицо, как ни крути. Нет, об этом я даже не хочу думать. Мне кажется, что есть такая история случится, как война двух русских армий друг с другом под одним Путиным на территории страны. Я думаю, господин Кадыров будет заниматься только одним защитой своего дворца.